Рок-музыка — это коллективное творчество. И «Аквариум» — это была группа «Аквариум», «Кино» — это была группа «Кино». Там тоже Шевчук приехал из своей, извините, далёкой Уфы. Я ему группу подбирал, первую из Куралёва и так далее. Это ленинградские музыканты были. Дальше возьмём Алиса, которая сейчас... Вообще мой созданный коллектив, он назывался «Доктор Кинчев со товарищей». Алиса была другой группой. Короче, любой пикник, шерсть — это всё были коллективы. Из-за того, что стало зарабатывать деньги, люди стали делать на сцене не музыку, а деньги. Все звёзды перетащили на себя индивидуально название групп. И мы сегодня говорим «Цой» и позываем группу «Кино». Это не так. Гребенщиков, извините, вот сейчас, поэтому ушёл из жизни его клавишник, между прочим. Потому что нельзя присваивать коллективный бренд своей морде. Будь ты Гребенщиков или Сой, или Кинчев, не имеет никакого значения. Сейчас всё зашло в тупик. Вместо рок-н-ролла имеем говно-рок. Понимаете, вместо нормальной рок-музыки, я могу говорить, как музыканты, как продюсеры. Всё надо начинать с самого начала. И здесь очень важное место занимается именно некоммерческие мероприятия, типа вашей фестивалей. Кстати, он не такой маленький. Посмотрите, главная рок-н-ролльная площадка города Хельсинки — это циркус. Он меньше вашего. Сегодня осталось всего четыре жирных города в городе Хельсинки. В стране, в которых могут вот эти псевдо-бывшие рок-звёзды, извините, я сегодня называю группой Алиса, Виа-Лиса — вокальная инструментальная ассамбля Алиса. Потому что кто там играет? НЭП-группа. Один, извините, Романов из «Землян» и Ослик, который пишет Закинчево музыку. А? Так? Так. И что это? И осталось всего четыре города. Петербург, Нижний Новгород, Москва и Петербург, где собираются люди, которые готовы получить билеты хотя бы по 200 рублей, а в других городах не покупают. И поэтому некоммерческие, такие вот бесплатные, я не знаю, у вас платные или бесплатные, то мне неведомо, но я думаю, что здесь всё очень, наверное, доступно. Они важны именно тому, что они могут познакомиться с коллективным творчеством, и сюда могут приехать группы ещё с не сраздутыми до идиотизма, кинчивыми гребенщиками и тиреционными и прочими мальчиками, которых, извините, всех сделал я. Это я их делал. Я создал всех звёзд. Вот, и поэтому всё надо начать сначала, и поэтому добро пожаловать в ад. Давайте всё начать сначала. Для этого есть все возможности. Слава Богу, сегодня нет проблем с инструментами. И на самом деле залов сколько угодно. И сколько угодно людей, которые умеют играть. Конечно же, без хорошей школы, без реальных западных музыкантов рок-н-ролла не получается. К сожалению, наши музыканты все кособоки играть не очень умеют, при этом понты большие. Но есть и хорошие музыканты, и в конце концов, рядом находится солнечная Финляндия, вот представитель сидит, которые почему-то туда люди едут, и почему-то там преподают настоящие люди, извините, для которых рок-н-ролл является родной культурой. И, понимаете, я всю жизнь строил мост культурный между Россией и западной культурой. Я считаю, что точно такой же мост строил всё время Пушкин. Все поэты наши, извините, Чайковский говорил, что он не русский композитор, а немецкий. Понимаете? Потому что они все несли культуру западную. И вариться в собственном соку, ничего здесь не будет хорошего. Поэтому трудитесь, проводите фестивали. Надо начинать всё начало. Сначала и мы начали. Мы уже начали. Продолжение следует...